Всем добрый день и здравствуйте! Сегодня будет небольшая токарочка у нас по алюминию, но для начала заготовку надо отпилить от большой железной алюминиевой болвашки. Вымеряю прямой угол, запускаю ленточную пилу, включаем эмульсию, ну и погнали! Примерно 20-ти кратное ускорение, чтобы вам было понятно, что это быстренько происходит у нас. Отрезаю блинчик толщиной 15 миллиметров, много не надо, должно хватить. Готово! Вот такая заготовочка у нас получается, переходим на токарный станок. Вставляем и сразу же ее торцуем, обороты примерно 600 оборотов в минуту. Первый попавший резец, ну вот в данном случае отрезной, переворачиваю, торцую с другой стороны, чтобы было параллельные щечки или как стороны, да? Прекрасно! Вот такая вот шайбочка у меня под пятачок, фланчик получился. А необходимо сделать вот таких вот два хомутика квадратных. Ну, как всегда, круглая будем таскать, квадратная будем катать. Поэтому квадратные хомуты будем делать полностью на токарном станке. Специально не буду включать сегодня фрезерный, ну, потому что я могу. Сейчас разрезаю полученную заготовочку на две части. Отрезной диск циркулярной пилы по дереву. Обороты сейчас примерно 1200, работа с маслом и вот этот моя алюминькость, алюминькость замечательно чистенько режется. Переставляю заготовочку, отметился и обрезаю еще один кончик. Ну, а чтоб это было быстрее, сразу две штучки заготовки режу одновременно. Припуск делаю примерно по миллиметру на сторону. Ну, вот так вот у нас все это и получается. Еще раз переворачиваю, опять же работаю с маслом. Масло красное, это отработает декстрон у меня с автоматической коробки передач с моей машины. Замечательно работает. Ну, отлично. Вот такая вот у меня есть приспособление, чтоб можно было делать слегка фрезерные работы в токарном станке. Вытаскиваю вот эту вот и вставляю обычный стандартный резцедержатель. Больше на этом станке сегодня мы работать не будем. Ну, а вот так выглядит мой отрезной диск. Переходим на маленький токарный станочек. Он работает практически бесшумно, высокооборотистый, удобно работать по алюминию. Одно удовольствие, не надо крутить огромного дурака на две тонны. Вес этого станочка ВМ-210 всего 90 килограмм. И с алюминкой, с дюралькой он замечательно справляется. Итак, вставил свои заготовочки в кулачки и теперь делаю два одинаковых кивидратика. Точнее будет прямоугольнички. Базируюсь прямо по плоскости самого токарного патрона. Подстукиваю, чтобы не было перекоса. Вымеряем и опять же торцуем в размер. Итак, две параллельных плоскости я сделал. Сейчас снимаю заусенки. Обычный напильничком. Быстренько это все аккуратненько снимается. И сейчас буду делать перпендикулярные плоскости уже. Опять же, выставился по кулачкам, по плоскости самого токарного патрончика, чтобы были перпендикуляры. И аккуратненько вот так вот все у меня получается. Снимаю примерно где-то по полмиллиметра за проход. Станок позволяет снимать больше, но надо сделать красиво, аккуратно, не торопясь. Зачем носить? Вот станок, торопиться мне некуда. Два-три прохода и все. Размер пойман. Готово. Вот такие вот две конкурентных параллелепипеда у меня получилось. Еще и загрызка алюминия, который у меня когда-то где-то с чего-то раньше был. Сейчас сделаю интересную оснастку для того, чтобы можно было работать с этими параллелепипедами в токарном патроне с тремя кулачками. Ну, как четырехугольник зажать в трехугольнике, да? Будем делать это посредством описанной окружности. Ну, кто геометрию изучал, понимает, о чем речь идет. Растачиваю. Итак, унес поправки и теперь непосредственно делаю вытачку или проточку, чтобы можно было в эту круглую шайбу зажимать параллелепипед. Вот так это будет потом все выглядеть. Видите, вот отлично получается, да? То есть, через вписанную или описанную окружность здесь будет у меня разрез. Итак, на хомутиках стоят два болтика и вот сейчас я буду их зацентровать. Подобрал, видите, набор пластиночек, чтобы ровно пять миллиметров от края был центр отверстия будущего. Центруюсь, опять же, моя смазочка идет с декстрон, замечательно помогает. Ну, кончилась ВД-шка, ребят. Тут бы хорошо ВД-шка пошла, но нету. Но декстрон тоже справляется. Итак, сверлю отверстие на сверлом 4,2, потому что резьба будет М5, у нее шаг 0,75 идет. Поэтому отверстие 4,2 сверлится. При сверлении сейчас примерно 1200 оборотов у меня получается. Алюминька моя сыпется, она не вязкая. Эту алюминьку я сам когда-то отливал из остатков алюминия, который у меня во дворе валяется. Сейчас примерно на 50% по глубине рассверливаю сверлом 5. Пятерочкой. Чтобы болтик пятерочка вставлялся, а уже потом дальше будет заходить в резьбу. Толстым сверлышком сейчас притупляю острые кромки. Здесь зенкую отверстие, снимаю фаски, так это назовем. Вот оно красивенько все у меня аккуратненько получается. Ну, замечательно. Вторую сейчас детальку делаем. Итак, отверстия просверлены под резьбу и под тело. Мечик М5 машины, то есть длинный он сразу идет у нас заход и на выходе сразу хорошая резьба получается. Ну, вот пробую нарезать. Режется хорошо все, но на сухую естественно плоховато идет. Закусывать начинает откручивая. Опять же смазываю. Со смазкой можно даже поднять обороты. Сейчас примерно 200 оборотов в минуту патрон крутится. И отлично, хорошо, аккуратненько нарезается резьба. Главное, ребята, со смазкой, не жалейте. Пусть она лучше капает, чем у вас закусит и отломится мячик. Вот несколько раз тудым-сюдым, тудым-сюдым-обратно. Вращение реверс пераймая. В общем, резьба нарезана. Все замечательно получилось. Вот так. Итак, мой прямоугольничек. Заготовочка параллелепипед отлично вставляется в нашу разрезную втулку. И сейчас буду сверлить центральное отверстие. Размечать не надо, потому что центр сразу автоматически находится. Сверлю сверло диаметром 17 миллиметров. Отверстие мне надо будет получить диаметром 20 миллиметров. Ну, то есть буквально там по полтора-два миллиметра со стороны я потом сниму во время расточки. И все будет замечательно. Для расточки снимаю стандартный резьсодержатель. Маленький. Он мне сейчас не нужен. И устанавливаю свой самодельный, который сделан специально только лишь для подрасточной резец. Очень удобно снял. Он уже стоит по центрам, по базам, по всем размерам. Уже не надо пластинки, ничего выставлять. Для поперечной подачи я вот приспособил такой электронный штангенциркуль с точностью 0,01 миллиметра. Замечательно привязывается, замечательно наловится все размеры. Итак, делаю контрольное касание, выставляю нули базы, скажем так, да. Вот, подвигаюсь буквально на полмиллиметра, на пять десяток. И то есть диаметр у меня будет как раз уже пойман. Буду снимать всего-навсего один миллиметр с диаметра. Дальше, ребята, к сожалению, я камеру забыл включить. И именно процесс расточки не показан. Ну, там все понятно. Деталь крутится, расточной резец идет. Пополам я решил распилить при помощи ленточной пилы. Ленточная пила по дереву замечательно справляется с алюминиевыми сплавами. Можно, конечно, этой ножовкой обычно сделать. Но, когда есть вот такой инструмент, почему бы самому себе не облегчить работу. Так как у меня получат четыре заготовки, ну, четыре половинки, я каждую половинку прогоняю по упору. И у меня детали, получается, четыре штуки. Все абсолютно одинаковые по высоте. Этим самым я добился, скажем так, универсальности. Да, то есть неважно, какая половинка, с какой половинкой будет стыковаться. С первого квадратика, со второго параллепипеда. Размеры у меня все совпадают. Ну, как мелкосерийное изготовление такое получается. Все размеры плясут от общей базы. Это очень удобно. То есть потом клиенту не надо будет играться и подбирать, какая половинка, с какого хомучика. Они все одинаковые. Как будто завод. Ну, вот и все. Половинки распилены, в размер подогнаны. Сейчас напильничком снимаю острые кромочки. Опять же притуплю. Вот такие штучки у меня получились. Обычно напильничком легенько снимаю фасочки, притупляю острые кромки, чтобы потом заусенков не наделать. Ну, вот и, в принципе, все. На сегодня наша токарная работа закончена. Или, как сказать, фрезерная работа на токарном станке закончена. Вот таких вот парочку хомучков у меня получилось. Болтики, винтики М5. Внутренний диаметр на 20. Ну, вот как контрольная фреза. У нее тело как раз 20 миллиметров. Вот так вот все замечательно обжимается. То есть на токарном станке вполне-вполне можно фрезеровать квадратные детали. Ну, просто надо чуть-чуть подумать и приложить руки. Ну, все как положено. Круглая таскаем, квадратная катаем. Ну, а на этом все. Всемирного неба над головой. Крепкого здоровья. До новых встреч. Ну, вот такая вот комбинация у нас получилась. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok